всем привет этой осенью у нас очень сильно активировались дорожники начали делать дороги первая беда российская начала делать вторую беду ну и как правило дороги то они не сделали но гудрона везде налили вот ездили аккуратно но тем не менее вся машина в гудроне я думаю такая беда у многих особенно перед зимой хорошо бы все это убрать и вот собственно об этом видео началось все с того что заехал один клиент который купил обычное средство у меня их нету я даже показывать вам не буду обычное средство для удаления битумных пятен для тех кто спешит сразу оговорка вот вам обезжириватель все трите а для тех кто хочет все-таки нормально послушать подробно смотрите дальше это было отступление потому что есть куча подписчиков даже просто смотрящих смотрителей которые куда-то спешат вот куча битумных пятен дяденька взял обычное средство ну там спрей как правило это обрызгал все пятна начал тереть плохо терлась начал губкой тереть все оттер все зашибись машина высохла и как бы приехал на полировку потому что вот эту гадость на самом деле достаточно сложно снять и как бы даже на мойках в основном не берутся это делать от средства которые вы можете купить в магазине под названием удалитель там битумных пятен в основном их принцип один не навреди принцип у этих производителей заключается в том чтобы их состав не разъел краску а сможет он отмыть битумные пятна или нет это уже дело вторичное составы в основном такие маслянистые поэтому долго высыхают и поэтому сразу понять что ты накосячил невозможно так я пользуюсь не совсем тем что предназначено для снятия битумных пятен вот обезжириватель обычный обезжириватель стоит от 120 до 180 рублей вот такой литрушник сколько вы потратите дело ваше и как вы будете считать сколько вы потратили на машину для снятия пятен это тоже дело ваше поэтому я больше не буду писать что там снимаем битумные пятна за 10 рублей изометы бутылки хватит машина 10 поэтому за 15 рублей я снимаю считай вот теперь нужно будет тряпочка многие берут волосатую тряпочку или что-нибудь наподобие вот такое но смотрите здесь ворс и в ворсе ворсе легко может спрятаться какая-нибудь песчинка вы будете тереть покраски на самом деле песчинка будет вот здесь оставлять царапины и потом придется в лучшем случае полировать а в худшем будете ездить с царапинами или перекрашивать поэтому вот такая тряпочка или какая-нибудь тряпка ровная мягкая ровная тряпка чтобы если песок попал можно было стряхнуть и он стряхнулся и вы это знали видели теперь тряпку берем так чистую во первых никаких там бушного тряпья чистая новая тряпка вот в принципе салфетка для обезжиривания 20 рублей стоит в магазине но у меня там оптовый поэтому она рублей 5 не обходится так смотрите подвох еще в чем вот в этих пятнах очень часто бывают песчинки ну потому что все-таки гудрон на дорогах хранится не в закрытых емкостях на дорогах там пыль грязь и когда вы начнете растворять каплю вы дойдете до песчинки и эта песчинка когда вы будете тереть на трет вам приключений на краске поэтому смотрите то без жирка она в принципе я еще не сталкивался ни раз с тем чтобы она где-то разъела краску но начинайте все таки с какого-нибудь невидимого участка чтобы если что-то там появилось можно было быстренько заполировать и по какой-нибудь другой способ использовать потом ногтем отковыриваем гудрон становится чуть помягче отковыриваем основную часть и выкидываем остальное потихонечку без фанатизма не давя вот все протерли тряпочку смотрите и старайтесь постоянно менять место чтобы все на тряпке чтобы всегда было чистое место а потом можно ее в конце концов и выкинуть потому что вот этот налет вот смотрите я одну каплю оттер вот он когда без жирка начинает высыхать при протирании вот такую об и получается что просто намазываете на краску снова гудрон и вам все приходится делать заново поэтому только чистая тряпка и только чистым местом на тряпке так еще раз быстро без комментариев как я это делаю наверняка существует куча других способов оттереть гудрон но пока для меня это самый простой самый дешевый и самый не опасный способ несколько пятен убрал так можно пробежаться дальше по машине не спешите не старайтесь сделать все оптом потому что краски сейчас на большинстве автомобилей сейчас используются очень такие экологичные краски которые легко царапаются и плохо полируется потом поэтому лучше пять минут пересидеть рядом с машиной ну в смысле на пять минут дольше аккуратнее сделать чем потом попасть на бабки и еще раз повторюсь будьте осторожны сначала пробуйте на невидимом участке автомобиля снять гудрон если лакокрасочное покрытие вашей машины не среагирует на данный обезжириватель в принципе он малореакционный по отношению к краскам сильно заметные участки оттирайте уже когда набьете руку и убедитесь что не вредит это средство надеюсь помог сэкономил силы время деньги вам если помог ставьте лайки и давайте до следующих видео пока пока